Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим о сервисах разрешения конфликтов в бизнесе. Эта тема крайне актуальна, потому что во многом российских бизнесах, особенно среднего уровня, ну и крупных бизнесах, постоянно приходится сталкиваться с большим количеством конфликтов между руководителями подразделений, внутри подразделений. Но сегодня акцент мы сделаем на конфликтах между подразделениями. Итак, откуда же берутся эти конфликты? Я считаю, что эти конфликты, да и практика это показывает, являются последствиями интуитивного менеджмента, или ситуационного менеджмента, или менеджмента по наитию, как угодно. Когда управленцы друг друга непрерывно обвиняют, потому что один говорит другому неплохо работают, другой тоже самое говорит, то есть постоянные обвинения без доказательств. Во-первых, управленец принимает решение на интуиции, во-вторых, собственно, на этой же интуиции обвиняет другого управленца, соответственно, результаты у нас никакие. В чем ключевая проблема? Ключевая проблема в том, что у нас нет конкретных критерий измерения. На самом деле, в IT была та же самая картина во взаимодействии IT и бизнеса. Сейчас существует IT, COBIT и несколько других высокоуровневых IT-практик, которые, собственно, наладят взаимодействие между бизнесом и службами информационных технологий. Но конфликты, которые были внутри служб самого бизнеса, никуда не делись. Конфликты там по-прежнему существуют. Но на самом-то деле, принципы, которые заложены в IT, они точно так же применимы для всего вашего остального бизнеса. TAGAF называет их сервисами. То есть есть понятие бизнес-сервис. Ну, собственно, я это рассказывал в лекции в TAGAF и Архимейте. Вот, смотрите. Вот у нас есть, допустим, с вами служба закупок. Она предоставляет определенный сервис. Вы спросите меня, чем отличается сервис от, например, функции? Закупать. У нас служба закупок, у нее функция закупать. Так вот, отличаются сервис и функция как результат и процесс. Сервис – это результат. А, собственно, функция – это процесс. Результатом вот здесь у нас на картинке является сложенный пазм. А процесс – это складывание этого пазма. У вас, допустим, есть лучник. Лучник имеет свои функции, своим процессом стрельбу и звук. Вот он стреляет из звука. Выстреливает 500 стрел, он устал. Все, лег, отдыхает. Ни одна из этих стрел не воткнулась ни в одного гоблина, атакующего ваш город. Оказывает ли он вам какой-то сервис? Нет, не оказывает. Осуществляется ли процесс стрельбы? Да, осуществляется. Точно так же у вас может быть менеджер по продажам, который не продает. Процесс осуществляется? Осуществляется. Функция с продаж вашей компании существует? Существует. Сервис – нет. У всякого сервиса есть конкретные параметры. Именно параметры результата. И снижение этих параметров, которые были согласованы, либо вообще обнуление – это и есть инцидент. Инцидент должен существовать и существует не только в IT. Это такой же бизнес-инцидент, что если у нас закупки должны были обеспечить нам доступность товара на складе в соответствии с определенными параметами количества, качества, себестоимости и сроков, они не обеспечивают, то это инцидент. У нас точно так же существует обслуживание в любом отделе. Это выполнение регулярных операций согласно бизнес-процессу. Но существует точно так же управление проблемами и управление изменениями. Я хочу обратить ваше внимание, что все эти практики, которые актуальны и работают в IT, точно так же должны работать в бизнесе. И когда ваши управленцы, уважаемые собственники и директора, генеральные, исполнители начинают между собой ругаться, вы у них спросите, скажите мне, уважаемые коллеги, какие у вас сервисы? Вы ругаетесь, вы там, например, с технологической службой разработок и производства. Что технологическая служба должна предоставлять компании? Какой сервис? Какой сервис должно предоставлять производство? Какой конкретный сервис не устраивает технологическую службу? Потому что ответ, что технологическая служба не устраивает работу всего производства, это не ответ. Не устраивает то, что технологическая служба не предоставляет производству времени, например, для опытных эксплуатационного выпуска. Да, не предоставляют, потому что у производства это не заложено биографик. Нет такого сервиса у производства предоставлять технологической службе время для опытно-конструкторской разработки. И сколько бы руководитель техслужбы ни кричал, оно не появится. Нужно изменять структуру сервисов. А дальше вы получите следующую ситуацию, когда служба производства скажет, так, у нас нет, собственно, таких ресурсов, давайте нам подарите сервис, если вы хотите 2 часа в неделю потопно-конструкторской производства, то извольте нам, пожалуйста, расширить наши сервисные возможности, чтобы мы его обеспечивали сервис. Любые сервисы обеспечиваются с помощью наличия ресурсов и их работы. Нет ресурсов – нет сервисов. Любой сервис является результатом выполненного бизнес-процесса, а любой бизнес-процесс ожидает своего ресурса. Вот и вся достаточно простая структура. Прорлема в том, когда начинают считаться ресурсами, у меня в отделе 2 сотрудника, а у тебя 5, это совсем плохо. Чуть менее хуже, когда начинают считаться процессами. А ты закупщика, я продажник, а я закупщик, а ты производственник. И правильно это, когда начинают измерять сервисы. И не говорят, это плохо работаешь. Говорят, слушай, нас не устраивает твой уровень сервиса. Давай, мы подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы его поднять. Мы хотим со следующего месяца, чтобы ты нам предоставлял, например, доступность информационной системы не 5 дней по 8 часов, а 7 дней по 12. Мы переходим на другой график работы вовсе. И эти директоры говорят, так, мне надо вот тут, 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 тут. Ну, конечно, подумав, пусть так увеличить. То же самое и везде. То же самое и склад, которому говорят, что он должен обеспечить отгрузку не в течение двух часов клиента, а в течение 15 минут. Говорят, слушайте, ну, во-первых, мне нужна другая структура склада, мне нужно здесь три логистических прохода, а не один. Вот. Мне нужно увеличить количество сотрудников там в два раза. И эмоционально-интуитивный конфликт у вас уходит. У вас его больше нет. У вас есть уже конкретно измеримый разговор, который касается конкретных измеримых ресурсов. У вас появляется порядок. Когда речь идет о том, что можно измерить, и этим можно управлять. Можно отказаться, можно принять. И когда мы эмоционально восклицаем друг на друга, результатов никаких никогда не будет. Спасибо за внимание.